Продолжаем с вами путешествовать по Золотому кольцу. И сегодня на очереди у меня два небольших, но очень интересных города – Углич и Мышкин. Перед тем, как приехать в Углич, я пересмотрела несколько видео, и в моем случае ожидания и реальность совпали. Этот город ассоциируется у меня, конечно же, с Волгой, с теплоходами, которые причаливают к пристани и привозят сюда туристов с аккуратным центром и купеческими домами XIX века. До Углича я добиралась из города Ярославль на автобусе почти три часа. Дороги в Ярославской области – это еще тот аттракцион. Он требует терпения и выносливости. Но во время моей поездки на протяжении нескольких километров работали дорожные службы и укладывали новый асфальт. Даже пришлось немного постоять в пробке. Зато контраст новой дороги от старой ощутимый. Если не обращать внимания на дорогу, то можно ехать и любоваться старинными деревянными домиками с разными резными украшениями. В Углич приезжает много людей и на выходные, в особенности из Москвы, из Московской области. Я вам хочу сказать, что арендовать здесь жилье не составляет никакой проблемы. Здесь можно снять квартиру, номер в гостинице и даже целый дом. И что интересно, по выходным цена за номер в гостинице будет чуть дороже, чем в будний день. Я начала осмотр города с центра. Углич по площади небольшой, все находится близко. Историческую часть можно обойти за несколько часов. Официально Углич включили в туристический маршрут Золотого кольца в феврале 2018 года. Если вы сюда приедете не зная истории, то город вам может показаться обычным провинциальным городом. Углич едут за богатой историей для того, чтобы совершить путешествия по купеческой России, побродить по ярмаркам с сувенирами и посетить необычные музеи. Хотя Углич – это один из старейших русских городов, упоминание о котором относится еще к X веку. Прогулку по старинным русским городам, как правило, всегда начинают с Кремля. Гулять по территории бывшего Кремля можно абсолютно бесплатно. А вот если вы захотите посетить какой-нибудь музей, либо церковь, тогда нужно будет купить билет. Вы сможете купить единый билет, он дает вам возможность посетить все музеи этого места, либо сделать, как я, купить два билета и посетить пару мест. Углический Кремль расположился в центре города, на правом берегу Волги. До сегодняшнего дня никаких укреплений не сохранилось, но несколько зданий на территории увидеть можно. Перед нами одно из древних гражданских зданий Руси – это палаты углических удельных князей конец XV века. Именно в этом здании проживал до своей смерти последний сын Ивана Грозного – цесаревич Дмитрий. Мы видим с вами только одно здание, а когда-то здесь располагался большой дворцовый комплекс. Он был возведен при Андрея Большом, родном брате Ивана Грозного. Это сейчас в княжеских палатах находится музей, а в XV веке палаты состояли из ряда помещений, где проходили главные события города. А в 1584 году в княжеских палатах проживали в изгнании бывшая супруга Ивана Грозного и их сын – царевич Дмитрий. Царевич Дмитрий погиб, когда ему было 9 лет, и подцарствовать он так и не успел, но зато прославился лжедмитриями, которых было как минимум 3. Загадочное убийство единственного наследника царя произошло рядом с палатами. Когда была построена эта колокольня, точно неизвестно, но она знаменита тем, что своим набатным звоном оповестила о гибели цесаревича Дмитрия. А набатный колокол с этой колокольни имеет собственную историю. Сначала он был наказан, затем выслан в Сибирь, реабилитирован и теперь хранится в этой церкви. Церковь царевича Дмитрия на крови, несомненно, самый главный храм Углича. В церкви вы увидите фрески 18 века, посвященные гибели царевича. И, конечно, тот самый колокол, который был сослан в город Тобольск и через 300 лет возвращен обратно. Очень необычно. Для того, чтобы подняться на колокольню, нужно будет в церковной лавке взять ключ за пожертвование. И все, пошли. Хочу уточнить, что все-таки это не та колокольня, с которой был снят сынный колокол. Это было построено в 1730 году. Через 20 лет так был возведен Спасо-Преображенский собор. И собор, и колокольня были построены на месте древнего храма, который в свое время разобрали. Колокольня хорошо видна с разных окраин города. Вид открывается прямо на Волгу. На первый взгляд Углич мне показался сейчас очень спокойным. Городом, несмотря на то, что вокруг гуляет много туристов, они сюда добираются на машинах, на автобусах, либо на теплоходе. И вот сейчас как раз к причалу подходит еще один теплоход. Их сегодня здесь получается три, и подходит четвертый. Речные круизы в Углич все больше набирают популярность. Кого-то интересует паломнический тур. Углич хоть и небольшой город, но здесь действуют целых три монастыря. В Угличе есть несколько монастырей, которым более 500 лет. Позади меня находится женский Богоявленский монастырь конца 14 века. Он был основан женой Дмитрия Донского, правда в то время находился не в этом месте, а в стенах Углического Кремля. Древних храмов и соборов тут тоже хватает. Также есть много интересных музеев. Изобретательные местные жители придумали множество развлечений для туристов. Здесь есть и музей водки, музей кожевного ремесла, гончарного ремесла, музей игральных карт, музей тюремного искусства, музей велосипедов. Если уже запоминаться туристу, то навсегда. На улице идет дождь. Честно говоря, в этой поездке с погодой мне точно не повезло. Но что делать, все равно рада, что выбралась. Буду пить кофе и согреваться. В Угличе есть целый город мастеров. На самом деле это обычная ярмарка с очень разнообразным ассортиментом сувениров. Здесь вы найдете старинные русские головные уборы, разные фигуры, одежду, платки, сумки, посуду, статуэтки, кружки и многое другое. Если не знаете, что привезти из Углича, то смело идите на ярмарку. А еще у города интересное название. Есть несколько версий его происхождения. В Угличе Волга делает резкий угол, чуть ли не на 90 градусов, поэтому и Углич. А еще от слова уголь, который тут выжигали в древности, вам какая больше версия нравится? Мне кажется, что вариант с углом больше подходит. Можно пройти по Волжской набережной и увидеть тот самый угол. Набережная соединяет центральную часть города с окраиной. Прогуливаясь вдоль берега, можно наблюдать за теплоходами. Прогулочная зона достаточно протяженная и живописная. Как по мне, отличное место для прогулки. Вот те виды, из которых знаменитые русские художники писали свои картины. Если прогуляться по берегу в противоположную сторону, там она уже менее благоустроенная. Если идти в сторону гидроэлектростанции, по пути встретятся несколько церквей, монастырь, гостиница, жилой дом и рыбаки. Здесь же находится очень зеленый парк и музей, в котором можно ознакомиться с историей ГЭС. Если плыть в Углич из Москвы, то пассажирам теплоходов предоставляется уникальная возможность увидеть шлюз ГЭС изнутри. Углическая ГЭС строилась заключенными из правительно-трудового лагеря. Отсюда также открывается панорамный вид на Волгу. Углич хоть город и небольшой, но на мой взгляд очень атмосферный. Да, тут далеко не все в идеальном состоянии. Много храмов нуждается в ремонте. Но мне лично Углич показался уютным и интересным городом. До Мышкина я отправлюсь с автовокзала Углича. Билет стоит 152 рубля. По времени придется ехать целый час. Имейте в виду, что добраться до Мышкина можно двумя путями. Добро пожаловать в город Мышкин. Меня сегодня здесь встречает хорошая погода, но и в то же время начался небольшой дождь. Но я думаю, что мне не помешает вам показать этот населенный пункт. Первое упоминание Мышкина относится к началу 17 века. А вот само название, согласно легенде, связано с тем, что мышка спасла князя Мстиславского от укуса змеи. Хоть ученые и сомневаются в данном сказании, но от красивой легенды никто отказываться не стал. Тем более, что Мышь стала символом города, а местные активисты показали, как один из самых маленьких городов России может превратиться в знаменитый туристический центр. Мышкин один из самых маленьких городов России и здесь все очень компактно расположено. Все музеи находятся в самом центре города и я думаю, по возможности их будет обойти за один день. В Мышкине создан единственный музей мыши в мире, вокруг которого появились туристические объекты и не только на мышиную тему. Все музеи я сегодня, конечно же, не обойду, но я взяла себе единый билет за 400 рублей и он мне позволяет обойти 6 музеев. Начала я с посещения музея столицы Лоцманов. Музей был создан в 1966 году. Здесь хранятся материалы о лоцманском промысле. Также в музее представлена история Мышкина и его знаменитых горожан, известных писателей, кукцах и меценатов. В помещениях очень много экспонатов, которые здесь уже просто не помещаются. Но музей сделан с душой и это чувствуется. Самым большим музеем в Мышкине считается музей под открытым небом, музей малых форм, крестьянской архитектуры и ремесленной слободы. В этот музей свезли несколько десятков деревянных строений из различных мест Мышкинского района, а также других районов Ярославской области. Коллекция деревянного зодчества включает в себя бани, амбары, ветряные мельницы. Вот так вот выглядела ветряная мельница 20-е годы 20-го века. А вот так вот выглядела приватная часовня 2-я половина 19-го века. А это дом Бакинщика, 19-й век. Бакинщик это человек, который следит за состоянием Бакина на реке. А Бакин это буй. Уж не знаю, откуда они этот дом притащили сюда. Мне нравится, что здесь везде можно ходить, заходить в дома и все экспонаты подлинные. Например, в этом доме буфетом, лавком, стульем от 50 до 150 лет. А это Мещанский дом. В середине 20-го века в нем жила одинокая бабушка. В 2013 году дом был выкуплен музеем и перевезен на это место. Его переделали, достроили второй этаж и создали обстановку Мещанского дома начала 20-го века. Ну а это строение многим из вас, думаю, известно. Это банька, вторая половина 20-го века. Попарились и сразу искупались. Здесь невероятное количество экспонатов и каждый найдет для себя, что ему по вкусу и по душе. Вот мне, например, неожиданно понравилась турбина от самолета Ту-104. На территории также можно увидеть процесс реконструкции и сборки домов. Потом они уже станут частью этого музея. Вот такие музеи под открытым небом я очень люблю, потому что здесь смогли передать атмосферу и дух настоящей русской деревни. Можно было и еще посетить знаменитый музей русской водки. Он тут тоже есть. Музей печатного издательского дела. Мышкинские палаты. Но мне захотелось просто побродить по городу среди улиц, посмотреть на красивые старинные деревянные дома. Ведь у каждого из них есть своя история. Почти в каждом городе Золотого кольца, в которых я побывала, мне встречался Успенский собор. В Мышкине это один из старейших соборов города. Мышкин получил статус города в 1777 году. Тогда был создан план застройки города. И основной архитектурной доминантой по этому плану стала Успенская церковь. Я сейчас спускаюсь к пристани. Можно будет спуститься по лестнице или по старой брусчатке. А рядом с пристанью, куда причаливают теплоходы, продают тоже разные сувениры. И главный сувенир на прилавках, конечно же, это Мышь. Хотя Углич и чуть больше, чем Мышкин, в Мышкине проживает всего 5,5 тысяч человек. Но туристов в теплое время года здесь становится гораздо больше, чем местных жителей. Мышкин действительно удивительный пример создания туристического продукта на ровном месте. Город полностью сделан под туристов, а здесь есть где переночевать и перекусить. За обедом я зашла в небольшую столовую с домашней едой. Такого формата заведения здесь пользуются популярностью. Чтобы было быстро, но при этом вкусно перекусить и отправиться дальше на экскурсию. Это как раз был мой вариант, так как надо было успеть на переправу. Но имейте в виду, что рестораны в Мышкине тоже имеются. Назад в Углич я решила отправиться на автобусе с правого берега. Для этого нужно воспользоваться переправой. Для автомобиля она платная, а для пассажиров бесплатно. Переправа на другой берег отправляется каждый час и занимает это не более 15 минут. Заодно можно насладиться волжскими просторами и посмотреть на город с воды. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok